Всем привет, с вами снова Atlantis 3 5 7 0 и сегодня вашему вниманию представляю распаковку игрушки Silent Hill The Room. Это у нас четвертый Silent Hill, игрушка для PlayStation 2 для прошлого поколения, а скоро с выгодом PlayStation 4 будет позапрошлые поколения. Игрушку купил для коллекции, кто смотрел видео распаковки посылки из Англии с игрой Resident Evil Deadly Silencer, там я говорил, что я начинаю собирать коллекцию игр некоторых серий, например, серия Resident Evil, серия Silent Hill будет собрана, серия Fatal Frime, ну или Project Zero, кому как больше нравится название. И плюс отдельные там некоторые игры будут как докупаться те игры, которых не был в коллекции, как, например, вот этот Silent Hill 4, у меня для PlayStation его нету, я его проходил на компьютере в свое время, так и те, которые есть, например, на пиратках, на Sonic будут покупаться лицензионные версии, чтобы их менять на полки, чтобы все стояли чисто лицухи, а пиратки подальше. Так далее и тому подобное. Я думал ее купить на eBay, уже нашел, по теории она там стоит на 100 рублей где-то дешевле, но зайдя вчера в МВидео, увидел ее на полочке, всего лишь 590 рублей, при том же это абсолютно новая, запечатанная, не распечатывалась, то есть лучше, чем купить уже подержанную, так что будет хотя бы один Silent Hill, у меня лицензионный абсолютно нулевый. Ну, давайте распакуем, посмотрим, здесь ленточка с надписью PlayStation 2, не как у тридцатки нам, ну, как понятно, это же игра для PlayStation 2. Так вот, нормально, вот, абсолютно нулевые, с наклеечкой, пал, это европейка, как понятно, в синеньком боксе, Resident Evil, хотел сказать, Silent Hill, он на русском языке никогда не выходил, ну, по крайней мере, лицензионный, то есть пиратами все игры переведены, я тоже играл в свое время в русскую версию, ну, то есть как с субтитрами она была переведена, она имеется, Konami, это сейчас одна из последних фирм, наверное, японских таких масштабных крупных фирм, которые, компания, даже корпорации, которые нифига не переводят свои игры, даже Capcom с ней в паре шла в свое время, и то начали уже переводить свои игры, Resident Evil, начался с Першин Ракон Сити уже, официально на приставках переводить с субтитрами и тому подобное, а вот Konami до сих пор динамит Россию по полной программе, ну, ладно, даже так приятно, давайте посмотрим, на лицевой стороне у нас PlayStation 2, PAL, Konami, Silent Hill, 4Z Room, 18+, пеги, пэджи, ну, это у нас европейская, голограммка, сзади у нас, что у нас тут, у нас тут наше привидение, которые неубиваемые, это квартирка, это у нас были такие, не помню уже на какой локации, это у нас водная тюрьма была, там, такие вот локации, вторая по счету, где этот приют стоял, это наш главный герой, это соседка, Эллин Гелвин, по-моему ее зовут, давно уже играл, не помню, вот метро собачки, вот Синтия, которая погибает в этом метро, вот опять локации такие, так, английский у нас, memory card 8 мегабайт, для PlayStation 2, 781 килобайт минимум, аналоговый контроллер, аналоговый стик, вибрацион, это функция вибрации, ну, это просто потому, что у нас внутри, внутри, внутри у нас, как понятно, сам диск, вот так вот у нас выглядит, так, и манувальчик, манувальчик, как мы видим, цветной, это классно, еще классно, что игра, что ли, не таким большим тиражом продалась, и платинской версии, по-моему, ее не существует, ну, по крайней мере, я не видел, вот такой вот у нас манувальчик, довольно прикольно оформленный, цветной, тут у нас пролок, тому подобное, тут еще первая версия PlayStation 2, фредка, у нас как, как выглядит, навгейм, континьюм, вот, опшен, так, и вот тут, как у нас в квартире, место для сохранить, сохраняться можно только в квартире, карты, как сейфы у нас будут выглядеть, некоторые, вот у нас тут, это железная труба, пистолет, святая свеча, святой медальон, и патроны, вот такие вот активники, наши персонажи, Генри, Тоншэнд, да, назвали его, это Элен Гел, Элен Гелвин, по-моему, ну, сейчас, я думаю, нам про него расскажут, такой постер, если кому, например, захочется на стенку повесить, можно отсюда его достать, ну, или отсканировать, и повесить, у нас тут так, ну, вот, Элен Гевин, Гелин Гевин, ну, Гевин получается, правильно, Элен Гевин, наша соседка, вот это Синтия, который погибает в самом начале, это еще один, Жаспер Гейн, который тоже погибает, конечно, тут все персонажи погибают, так что, вот Главгад, это, сейчас будет небольшой спойлер, если кто не играл, это тот же Главгад, только в молодости, вот наши противники, собачки, привидения, не все, конечно, противников, а тоже другие, двое детей, совмещенные в одном теле, он их зарубил топором, типа полу-люди, полу-макаки, а там в игре это все объясняется, я давно уже играл, вот так вот, и вот так вот у нас, ну, вот так, короче говоря, выглядит оно вот так вот, что можно сказать по самой игре, ребята, игра неоднозначная, кто-то ее опускает по полной программе, говоря, что это чуть ли не худшая игра в серии, кто-то, наоборот, говорит, что это одна из лучших игр в серии, кому-то она нравится, кому-то нет, кто-то относится равнодушно, я вот, знаете, частично она мне нравится, частично она мне бесит, скажем так, это игрушка, игрушка, по теории, довольно неплохая, в нее стоит приграть, бесит она мне тем, что надо повторно перепроходить там локации, которые мы изначально прошли уже вместе с Элвин, она постоянно тормозит, поскольку она там будет нехило побитая, горлов гадом, и так далее, и тому подобное, но, со мной, игрушка интересная, в нее, почему-то стоит поиграть, особенно мне, вот чем эта игра нравится, она не является моей любимой, у меня в части третья, все-таки, потом на втором месте, наверное, вторая идет, но вот эта игра, мне единственная вещь, очень сильно нравится тем, что здесь, скажем так, живой мир, то есть, когда вы находитесь все в квартире, вы можете подойти к окну, посмотреть в окно, и вы увидите именно живой мир, соседи, там, как люди ходят по улице, машины ездят, вот это мне очень нравилось, в этой игре, и чем мне, например, хоть третья часть, у меня любимая часть, Саленхилла, вот, чем мне третья часть, вот, очень не нравится, это вот, просто, не знаю, каким-то мертвым миром, потому что, даже когда, даже, Хизер просыпается в этом супермаркете, я думаю, кто играл, знает, там идет шум, гам какой-то, но никого, ни одного человека, никого, даже, ладно, закрыть супермаркет, всех выгнали, но где охрана, где, например, продавцы в этом кафошке, типа, ее оставили, бери, что хочешь, делай, что тоже хочешь, можешь там хоть разнести весь супермаркет, без проблем, да, вот, это глупо, конечно, хотя бы могли бы, там, небольшой ролик с массовкой сделать, и то бы уже было более такой, на живой мир похоже, а так вот, конечно, не считая этого детектива, больше там, никого и не было, в этом супермаркете, а здесь вот эта фишка, прикольная, мне нравится, можно посмотреть в окно, посмотреть в дверной глазок, там соседей увидеть, тому подобное, даже за соседкой поподглядывать, если кому это интересно, вот так вот, все, что можно сказать про эту игру, игрушка интересная, займет достойное место в коллекции, наконец-то у меня появилась лицензионная четвертая часть, также, так же, уже, получается, с ЕБР я буду заказывать все остальные части, потому что их уже в магазине просто так не купишь, и, так далее, и тому подобное, сейчас, сказал, буду потихоньку покупать, игры серии Resident, игры серии Silent Hill, Fatal Frame, и другие отдельные игрушки, так что, вы все это увидите, ну, на этом пока что все, спасибо всем за внимание, надеюсь, вам понравилось, так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх, так что, всем счастливо, пока, и до встречи, субтитры сделал DimaTorzok,